Сегодня на тесте автолиги яркий представитель шведского автопрома Volvo S40. Посмотрим, что это за игрушка. На тесте у меня две машины. Обе сороковки, но с разными моторами. Красная S40 оснащена 100-сильным двигателем 1,6 литра и механикой. Скажем так, бюджетный вариант. А другая с мотором 2,4 литра, 170 лошадиных сил и с автоматом. С этих автомобилей начинается премиум-сегмент. S40 достаточно компактный и универсальный для городской езды, но одновременно престижный и комфортный. Он может похвастаться практически всем тем, чем влекут его старшие собратья. И в плане двигателей, и в плане комплектации. Начнем с автомобиля с мотором 1,6 на механике. Могу сказать одно. Для неспешной езды по городу автомобиль вполне подходит. Но для того, чтобы более-менее динамичнее передвигаться, придется постоянно раскручивать мотор. Зато расход топлива приемлемый. На дороге Volvo чувствует себя, как рыба в воде. Острый руль с выразительной обратной связью доставляет массу положительных впечатлений. Слегка огорчила подвеска. На ледовых выбоинах Volvo передает все толчки на пассажиров. Скорее всего, это из-за низкопрофильной резины. А шумоизоляция у Volvo на высоте. Салон Volvo неплох. Все просто, но симпатично и аккуратно. Ничего лишнего. Есть даже некоторые изыски. Главный из них – это, конечно же, центральная консоль. Она выполнена из алюминия и хорошо гармонирует с общим интерьером Volvo. Все клавиши аккуратно расположены по центру алюминиевого чуда. Управление музыкой и климат-контролем. 170-сильный Volvo S40 едет совсем по-другому. Машина становится как бы легче и дает водителю возможность вдоволь насладиться драйверской ездой. Хотя и коробка на нем автоматическая, она имеет ручной режим. Так называемый типтроник. Пятицилиндровый мотор с легкостью разгоняет полуторатонный автомобиль до сотни всего за 9 секунд. А еще есть Volvo S40 T5 с турбомотором 220 лошадиных сил и полным приводом. Но это уже совсем другая история.